Эта история со взрослыми разборками в детском саду взбудоражила сотни пользователей сети. Одни сразу встали на сторону воспитателя, другие заняли позицию родителей. Напомним, работник детского сада Светлана Епифанова обвинила папу-воспитаннице в том, что он нанес ей травму. За то, что она вызвала его с работы за якобы заболевшей дочерью. Артур Ялышев с этим не согласен. Ничего такого вообще не было. Я дверь вообще пальцами не трогал. Она передо мной вырвала ребенка, увела в группу и закрыла за мной дверь. А я, что я там буду стоять? Я пошел жене, сказал, чтобы она забрала дочь. И ни за какие грудки я ее вообще не брал. И как женщину можно за грудки, тем более чужую. Дальше события, по словам родителей, развивались так. На место вызвали полицию, которая Артура Ялышева отпустила. Зато мужчина ситуацию не отпустил. Прошел медосвидетельствование и написал жалобу в прокуратуру на поведение самой воспитательницы. Это было дело, но это было не с нашими родителями. Это был тот выпуск. Они сжаловались и в прокуратуру, также и в департамент сжаловались, но результатов не было. Она может сказать и нецензурную, может и закричать. Она даже с заведующей разговаривала на повышенных тонах в присутствии нас, родителей, в присутствии моих детей. Она может оскорбить. Как я уже говорила, она назвала мужа пьяным и неадекватным. Кстати, участковый педиатр в тот же день подтвердил, температуру у дочери Ялышевых нет. И она здорова. Заведующий померил температуру. Температура 36,6. Она ей говорит, Светлана Владимировна, на каком основании ты вызвала родителей с работы. Это было неоднократно сделано. Также у нас есть справки от участкового педиатра, что ребенок совершенно на тот период был здоров. После обнародования инцидента Анастасии Ялышевой в мессенджерах начали писать другие родители, которые обвиняли семью в разжигании конфликта. Но по словам Анастасии, такого результата она не ожидала. Семья намерена добиться решения конфликта в правовом поле. Наталья Тюрин, Евгений Фролкин. Наши новости.